Незгибаемый три. Не буди лиха. Читает Григорий Войнер. Глава первая. Мечта, ставшая явью. Очередной выпад тайного клуба. Убит известный американский инженер Раймондс. Читайте, читайте. Темные силы препятствуют мировому прогрессу. По мере того, как мальчишка зазывал покупателей, он едва успевал принимать плату от читателей, рвущих газеты из его рук. Раньше такое случалось не так, чтобы и часто. Обычно продавцам газет приходилось бегать по улицам, подбегать к пролеткам и трамваям в надежде кого-нибудь заинтересовать новостями. Но с тех пор, как во всей мировой прессе появились шокирующие предположения о существовании тайного клуба, все изменилось. Никто не знал, кто входит в этот клуб, тенью нависший над миром, но все знали абсолютно точно, что он существует. А еще то, что эти люди готовят очередную мировую бойню. И каждый точно знал, какие цели преследуют эти серые кардиналы. Правда, договориться между собой обыватели не могли, а потому с жаром отстаивали каждый свою точку зрения. Но факт оставался фактом. Изобретатели, добившиеся сколь-нибудь значимых успехов в создании двигателя внутреннего сгорания, становились жертвами неких тайных сил. И пусть общество могло только предполагать, кто конкретно входит в эту структуру, ее жертвы были известны поименно. И вот сегодня мальчишки выкрикивают новое имя. Жаждущие новостей обыватели спешат узнать подробности новой трагедии. Тираж ограничен, а потому нужно успеть приобрести газету, чтобы быть в курсе событий, касающихся столь популярной в последнее время темы. Вот и некогда мальчишкам по улицам бегать. Страждущие сами стремятся к ним за желанными новостями. Петр посмотрел в окно своего авто и невольно усмехнулся. Мировая общественность взорвалась год назад, когда в уважаемых изданиях нескольких стран грянул гром. Нанятый частный сыщик Акимов хорошо потрудился, выискивая сведения о гибели изобретателей. На это у него ушло целых полгода. Количество выявленных фактов поражало. Просто невероятно, сколько людей лишились жизней, лишь потому, что решили покуситься на монополию паровых машин. Разумеется, у Петра не было никаких доказательств, только сами факты гибели изобретателей, причем в большинстве своем они были расследованы и причины смерти установили доподлинно. Но это его не остановило. Петр нашел несколько молодых, способных и жадных до славы репортеров с бойким пером и подбросил им идею. Не он лично, конечно же. Этим занимался Акимов. Стоит ли говорить о том, что молодых людей обуял такой азарт, что впору было их сдерживать? Им не терпелось непременно быть первыми, чтобы искупаться в лучах славы. Однако все же удалось убедить их, что несколько разрозненных ударов будут иметь не столь ощутимый эффект. Мало того, это вообще может пройти незамеченным. А вот если рванет одновременно во многих странах... Бомба разорвалась в строго назначенный день. Кое-где пришлось даже приплатить владельцам газет, чтобы они взялись напечатать какую-то там галиматью. Но эффект превзошел все ожидания. Общественность сильно взбудоражилась. И тогда уж газетчики вцепились в молодых репортеров, с их неизвестными источниками информации, и были готовы платить любые деньги. В пределах разумного, разумеется. Но эти пределы имели весьма серьезный денежный эквивалент. Еще бы, если тиражи сразу же выросли в несколько раз. Знамя тут же было подхвачено другими репортерами, начавшими рыть землю в поисках все новых и новых фактов. Но те, которые оказались первыми, имели неоспоримое преимущество и неизменно оставались в лидерах. Мало того, они располагали мнениями и выкладками ученых-химиков. Кому еще судить о возможности изготовления мощных бомб, сравнимых с брезантными взрывчатыми веществами, как не им? И коль скоро двигатели взрываются, да так что разрушают мастерские, а это нередко каменные строения, делайте выводы, господа. И обыватель делал правильные выводы, именно те, в которые хотел верить больше всего. Это мировой заговор! Впрочем, Пастухова куда как больше волновал совершенно иной вопрос. Уж кто-кто, а он прекрасно знал обо всех этих новостях. Нет, статьи не проходили его редактуру, он даже далеко не все их читал, но с него вполне было достаточно и того, что он представлял, о чем там говорится в общем. А отчастности его не интересовали. Не хватало еще поддаться истерии, зачинателем которой сам же и являешься. Но ведь в газетах печатают не только сенсационные новости о всемирном заговоре неких темных сил, но и совершенно прозаические вещи. К примеру, есть колонка Государственной Думы, где можно ознакомиться с деятельностью народных избранников. И, признаться, именно эта колонка сейчас и интересовала Петра больше всего. Да, звать мальчишку бесполезно. У него и так нет отбоя от желающих разжиться газеткой, так что свисти, не свисти, зови, не зови, все бестолку. Вздохнув, Петр привычно бросил взгляд по сторонам и в зеркала заднего вида. Убедился, что обстановка вокруг вроде как не вызывает опасений, и только после этого открыл дверцу автомобиля, ступив на тротуар под лучи июньского солнца. Не такого уж и жаркого, надо сказать. Все же северная столица. Эта предосторожность вовсе не лишняя, учитывая то, что полтора года назад его шкуру продырявили в очередной раз. Теперь для разнообразия это было сделано ножом. На него напал некий урка по кличке Студень, пробавлявшийся подручным у воровского авторитета, или, как их тут называют, Ивана, крапивы. Угу. Петр вообще способный. За время своего нахождения в этом мире успел обзавестись как добрыми друзьями, так и лютыми врагами. Все началось четыре года назад. Жил себе Петр Пастухов в своем 2015 году и горя не знал. Ну, почти. Ничего такого, с чем бы не мог справиться. Но все изменилось, когда он решил навестить своего друга по детскому дому, который подался в науку и обосновался в славном граде Красноярске. Васютин Сергей задался целью создать пространственный пробой. По его мнению, это стало бы не только величайшим научным открытием, но и новой вехой в развитии человечества. Позволило бы многократно ускорить перемещение по Земле, без труда подниматься на орбиту, или даже преодолевать несколько световых лет, сделав всего лишь несколько шагов. В перспективе, конечно. Но вместо этого он создал машину, способную устраивать прокол в параллельные миры. Когда открылся портал, друзей буквально засосало сюда. Вот так они и оказались в этом мире, очень похожем на их собственный, только с некоторыми отличиями. Здесь был 1921 год. Первая мировая война закончилась победой Антанты. Но при этом не произошло никаких революционных потрясений, и на престоле все так же восседал император Николай II. Австро-Венгрия исчезла с политической карты мира, зато Германия, хотя и потрепанная, осталась на плаву, и даже досталась ей не так сильно, как это было в мире Петра. А еще балом в этом мире правил пар. Паровые автомобили, трактора, самолеты, дирижабли. Правда, Васютин всего этого так и не узнал, потому что погиб при переходе, в очередной раз оставив Петра сиротой. Образно, понятное дело. В целом, Петр неплохо прижился в этом мире. Будучи автослесарем и хорошо разбираясь в моторах, он решил создать ДВС. А что такого? Вписать свое имя в историю, как тот же Рудольф Дизель, чем недостойная цель в жизни.